Как магаданцы будут отдыхать на майские праздники? Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 4 по 7 мая. Губернатор Колымы Сергей Носов утвердил порядок реализации указа в регионе. Однако не все могут отдохнуть в эти дни. Работать должны больницы, аптеки, продовольственные магазины, то есть непрерывно действующие организации, предприятия и госучреждения. Также трудиться будут сотрудники правительства Магаданской области, министерств и ведомств. В плановом режиме МФЦ, кроме того, функционировать будут лечебно-профилактические учреждения Колымы. Также магаданцы смогут в нерабочие дни привиться от коронавируса. В Магадан украшают к майским праздникам. Всего повесят более 330 флагов по проспекту Ленина 30, у автовокзала 18, на 31-м 70, на столбах 12. На 1 и 9 мая украшения будут отличаться. Первомайское традиционное шествие пройдет в онлайн-формате. Однако другие мероприятия в праздники проведут. Муниципальный оркестр проследует по главной улице Магадана. Кроме того, 8 мая в сквере Победы состоится торжественная церемония памяти. 8 мая планируется, ну как бы мы так называем его, день памяти, да. И в этот день планируется посещение Марчиканского кладбища, могил наших ветеранов-магаданцев, которые лежат на аллее ветеранов. И также митинг на в сквере Победы, здесь перед муниципальным центром культуры, ну и торжественный концерт в муниципальном центре культуры. Также будет открыто для посещения в муниципальном центре культуры горожан галереи боевой славы. 9 мая, к сожалению, ну опять же из-за ситуации, сегодня эпид-ситуации, не пройдет бессмертный полк. Но сам бессмертный полк, он состоится именно опять же виртуально, онлайн. И в этот день пройдут у нас концертные площадки, тем не менее уличные. Также в День Победы в городе традиционно пройдет легкоатлетическая эстафета. С 14.00 до 22 часов на Магаданской площади будет работать уличный кинотеатр. Также в 22 часа в честь 76-й годовщины со дня Великой Победы запустят праздничный салют. Более 500 колымчан проголосовали за объекты благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды. Начался опрос в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель до 30 мая. В парке, сквере, дворе всего заявлено 19 общественных территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Выразить свое мнение можно на сайте 49.городсреда.ру На Колыме стартовала акция «Добрая память». Организовали ее в рамках регионального проекта «Социальная активность» – нацпроекта образования. Благодаря Министерству внутренней информационной и молодежной политики Магаданской области, волонтеры убирают территорию памятных мест, а после слушают исторические лекции. Участвуют уже более 40 добровольцев. При поддержке молодежного центра более 20 волонтеров очистили от снега и мусора территорию аллеи памяти ветеранов Великой Отечественной войны в Магадане. Завершат акцию 9 мая в День Победы. Забирай концовку. Забирай концовку. Забирай концовку. Хватит, забирай! Филипп, протри угол. Бокс. И в ту сторону опять шагает. В Магадане состоялось открытие юбилейных 50-х всероссийских соревнований по боксу класса А в памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Родился спортсмен в семье военного летчика. В 12 лет начал заниматься боксом. В 1955 году выиграл чемпионат СССР среди юношей. Погиб 15 февраля 1975 года. В соревнованиях, которые посвятили памяти Валерия Попенченко, приняли участие спортсмены 25 субъектов России в возрасте от 19 до 40 лет. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Магадана Юрий Гришан. Всем с праздником и хороших и честных боев! Соревнования также посетил советский и российский боксер, тренер и почетный гражданин Магадана Александр Лебзяк. Он пожелал спортсменам удачи. Кроме того, отметил, для того, чтобы достичь успехов, нужно любить свое дело. Также очень важна целеустремленность, умение поставить цель и идти к ней. Во-первых, я пожелал вам здоровья, целеустремленности, любви к своему виду спорта и ставить себе грандиозные цели и потихоньку-потихоньку идти. Потому что без достижения каких-то определенных целей, конечно, тяжело будет в жизни. И я всегда говорю, знаете, есть такое выражение, если что-то в жизни не клеится, брось клей, возьми гвозди, забей на все и живи счастливее. Соревнования продлятся до 1 мая. В них примет участие порядка 120 спортсменов. Организаторы турнира – Департамент физической культуры и спорта Магаданской области и Федерация бокса. В мэрии Магадана прошло рабочее заседание по вопросам организации полумарафона «Забег РФ». Это масштабное спортивное мероприятие, в котором примут участие 85 городов по всей стране. Состоится спортивный фестиваль и на территории нашего города 30 мая. Заместитель председателя городской думы Антон Басанский выступил инициатором проведения всероссийского полумарафона на Колыме. Юрий Гришан, мэр Магадана, отметил, что он тоже примет участие в «Забеге». Для того, чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте забег.рф и выбрать дистанцию. Для первой тысячи участников полумарафона доступна бесплатная регистрация. 286 колымчан уже воспользовались этой опцией. «На сайте для первых тысяч человек бесплатно оплачивается только страховка. Сейчас разработаны маршруты, они тоже будут вывесены на днях. На сайте у нас три маршрута». На заседании обсудили также организацию пидстопов, камер хранения, медицинской помощи, размещение фан-зон, а также культурно-развлекательной программы. При угрозе затопления или наводнений, прежде всего отключите воду, газ, электричество. Затушите огонь в печи. Соберите деньги и документы, ценности и аптечку, теплые вещи и чистую питьевую воду. Все это уложите в чемодан или рюкзак. При внезапном наводнении не паникуйте и не теряйте самообладание. Поднимитесь на верхние этажи здания или на крышу. По прибытии спасателей на лодках никогда не отказывайтесь от эвакуации. Вы не владеете всей информацией и не знаете, насколько серьезна угроза и как высоко может подняться вода. Запомните, самостоятельно из затопленного района можно выбираться лишь в совершенно безвыходных ситуациях, когда надежды на спасателей нет или вы точно знаете, что помощь прибыть к вам не успеет. Во всех других случаях следует ждать помощи, оставаясь на месте. Если вы все же оказались окружены водой, нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу, то забраться на прочное и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к нему. Остерегайтесь порванных и провисших проводов. После спада воды в любые помещения следует заходить крайне осторожно. Подмоченные строительные конструкции в любой момент могут рухнуть. Зайдя в дом, прежде всего займитесь его просушиванием. Откройте все окна и двери, Не включайте свет и любые другие электроприборы до полной проверки исправности электросети.